всем привет это тэш и сегодня у меня на канале анонсированный недавно мною тэг он будет называться раскрашивательный тэг тест моя личная антистресс эффективность этот тест я придумала в рамках своего проекта который к сожалению так не был реализован я о нем рассказывала в видео ссылку на который я оставлю в описании это был запланированный трекер раскрасок с дополнительными материалами по нашему хобби по хобби колористика но поскольку блокнот с трекерами издан не будет все-таки тэг мне кажется довольно интересный тэг я вам предлагаю послушать и заодно призываю вас тоже попробовать пройти этот тест и потом поделиться с нами может быть на ютубе может быть где-то еще в инстаграме может видео запишите может быть просто виде фотографии выложите ответы на вопросы в общем кому как понравится и вообще у этого тега тире теста скорее больше вдохновительная такая цель мне хотелось показать людям которые предположим сомневаются в том что если толк от такого хобби вообще но у нас же людям свойственно искать именно практическую пользу во многих вещах даже которые возможно бесполезные бестолковые какие-то вещи все равно нам хочется чтобы был какое-то практическое применение вот в рамках как раз поиска какой-то практической пользы от хобби был такой вот тест разработан и так я предлагаю ответить на 10 вопросов и ответы на эти вопросы дадут нам картину в который мы увидим насколько нам вообще это хобби помогает здесь будет несколько вопросов а именно четыре вопроса которые помогают увидеть что раскраски нам вроде как помогают убрать негатив и 6 вопросов которые покажут что раскраски помогают не только убрать негатив но и зарядить на позитив и вдохновить на творчество и так на каждый из десяти вопросов нужно ответить было у вас так или не было ответ было засчитывается даже если это происходило только один раз за каждый ответ было мы начисляем себе 10 процентов за ответ не было ничего не начисляем в итоге за 10 ответов было мы получаем 100 процентов эффективности саморазвития которые приносит наш хобби на все вопросы кроме 8 и 9 хотя если на них получится то почему бы и нет попробуйте ответить вспомнив пример конкретной раскрашенной вами иллюстрации даже если эту иллюстрацию не закончили раскрашивать если иллюстрации с каких-то книг будут фигурировать в нескольких вопросов то так можно определить какая раскраска для вас лично наиболее эффективно например на несколько вопросов вы ответили было на примере иллюстрации из книг джоаны басфорд на остальные вопросы вы отвечали на пример других авторов значит раскраски автора джоана басфорд для вас наиболее эффективны в данный момент времени этот тест он на опять таки еще опирается на наше настроение на наше вот нынешнее состояние поэтому он ни в коем случае не научную ни в какой-то там супер глубокий это такой знаете из разряда психологических тестов в популярных журналах он больше на ваше настроение опирается и я очень надеюсь что он вам вас как-то сподвигнет на творчество и так сами вопросы озвучиваю значит раздел раскраски помогают убрать негатив первый вопрос раскраски помогают скоротать или убить время в дороге в больнице в очереди когда чего-то ждешь или просто выдался выходной без событий если так было соответственно пишем было если не было то пишем не было вопрос номер два раскола раскраски помогали расслабить например как ванна или как массаж как музыка как чтение любое или любой пассивный отдых вопрос номер три раскраски помогали успокоить себя например как мытье посуды или любая другая физическая активность переключающая нас в момент переживания о чем-то на что-то отвлечь вопрос номер четыре раскраски помогали удовлетворить себя например когда мы просто довольны от того что закончили работу далее вопросы по разделу раскраски помогают настроиться на позитив и вдохновить на творчество итак вопрос номер пять раскраски когда-либо помогали ввести состояние потока во время раскрашивания или же это состояние приходило сразу после раскрашения опять же если было то пишем было если не было то нет вопрос номер шесть раскраски помогали вдохновить на идею хотелось дорисовать фон, сюжет, детали, или просто мы, предположим, представляли себе их, если не могли нарисовать. Вопрос номер семь. Раскраски помогали увидеть картину иначе. Например, мы пробовали изобразить объект из стекла, из металла, зимой, осенью, ночью, сделать его волшебным, космическим, оживить или, наоборот, сделать статуей, ну и тому подобные какие-то варианты. Вопрос номер восемь. Раскраски помогали перенести подбор цветов в жизнь. Например, применяли мы эти навыки в подборе одежды или в дизайне интерьера своего жилья, может быть, рабочего места какого-то. Также мы могли перенести эти навыки в оформлении ежедневника или чего-либо еще. Вопрос номер девять. Возникало желание систематизировать вещи, а значит, мозг наш тренировался упорядочивать и организовывать информацию, систематизировать канцелярию, арт-материалы, коллекции, планировать, ставить и выполнять цели, вести учет и тому подобное. Как ни странно, вот этот вопрос, он очень важен как раз с психологической точки зрения, потому что желание что-то систематизировать и упорядочить, это очень полезное желание и его надо выполнять. Если мозг хочет что-то упорядочить, значит, надо ему дать возможность это сделать и мы просто от этого будем потом чувствовать себя лучше физически. И последний, десятый вопрос, он связан с повышением самооценки. Хотелось ли нам когда-нибудь поделиться своей работой с другими? Ну, естественно, в соцсетях, где еще ими поделиться можно. Если так было, то это говорит о том, что мы были готовы воспринимать критику в свой адрес и исправлять недочеты, то есть меняться в лучшую сторону, развиваться. Если так было хотя бы раз, конечно, ставим было. Итак, я озвучила все десять вопросов. Этот тест можно проводить несколько раз в год и смотреть, как меняются ответы. Я уверена, что наверняка ответы меняться будут в лучшую сторону. А теперь я готова сама ответить на вопросы этого тега и я буду по ходу демонстрировать иллюстрации, поскольку у меня сейчас нет возможности показать именно иллюстрации в книгах, сами раскраски доставать и перелистывать, потому что они просто сейчас не у меня находятся. Я буду вам демонстрировать их на экране на примере, наверное, тех иллюстраций, которые у меня в инстаграме есть. Итак, первый вопрос. Помогали ли мне раскраски когда-нибудь скоротать или убить время? Да, такой опыт у меня был и, как это неприлично звучит, был у меня такой опыт на планерках, на рабочих, когда я сидела слушала ту информацию, которая меня не касается, либо которая мне казалась скучной, но, тем не менее, я ее слушала и вот, по ходу, я сидела и что-то красила. Пример покажу на экране, конечно. Вопрос номер два. Помогали ли мне раскраски расслабиться, как ванна, массаж или музыка? Да, конечно, такое бывало и чаще всего у меня это происходило за раскраской от АСТ «Раскрасть юги жизни». Иллюстрации из этой книжки я, как правило, в инстаграме не вывешиваю, потому что они, на мой взгляд, очень простенькие, но, тем не менее, свою функцию как расслаблялочка эта книжка выполняет отлично, по крайней мере, для меня. Вопрос номер три. Успокаивали ли меня раскраски, как мытье посуды или любая другая физическая активность в момент переживания. Да, успокаивали. И я могу сказать, что это успокоение у меня происходит в момент работы многослойной, в многослойном режиме, то есть, когда я слой за слоем, карандашами именно что-то раскрашиваю. Так у меня было в иллюстрациях с Джоной Басфорд. Наверное, в начале своего увлечения раскрасками я вставлю иллюстрацию. Это у меня большой разворот есть с телескопом и замком из книги «Зачарованный лес», по-моему, называется. Я уже сама забыла. Там много листиков по краю, по рамке. И вот я помню эти листики, вообще всю эту картинку, все-все-все раскрашено карандашами. Вот эта послойная, вот эта работа, она меня как раз успокаивала вот в таком стиле. Вопрос четвертый. Помогали ли раскраски удовлетворить, когда просто доволен, что закончил какую-то работу. Да, и такое у меня было. Было у меня это тоже с раскраской «Зачарованный лес», потому что это одна из моих немногих книжек, которые я закончила. И некоторые иллюстрации мне не нравятся совсем, как у меня получились. Но я была довольно просто, что я их закончила, что опыт, он какой бы ни был, все равно опыт. И вот я испытывала удовольствие. В частности, мне нравится, я испытывала вот эти ощущения от иллюстрации с компасом. Это была последняя иллюстрация в книжке. Она не какая-то там обалденная, не супер красивая, не супер оригинальная, вообще не оригинальная. Но я именно, раскрасив ее, испытала именно что удовлетворение от того, что я ее раскрасила наконец-то. Была очень довольна. Пятый вопрос. Помогали ли раскраски ввести в состояние потока во время раскрашивания? Да, было у меня такое, причем у меня это довольно часто происходит. Во время раскрашивания мне часто, я испытываю вот это состояние, мне приходят в голову разные идеи, разные прям такие, которые нужно записать, чтобы потом попытаться реализовать как-то идея для нового видео. Это было много раз. Одна из таких иллюстраций, которые помогали мне поймать состояние потока как раз на экране, это иллюстрация из книги «Таинственный сад» Джоанны Басфорд. Вопрос 6. Помогали ли раскраски вдохновить на идею? Да, такое было довольно часто. Мне хотелось дорисовать фон, сюжет, детали. И вы сами знаете, наверное, по моему инстаграму, что я это делала довольно часто в книге «Зачарованные лес», да и во многих других книгах взять того же Кербера Заноса с чартревым, дорисованным. В общем, иллюстрации сейчас появятся на экране, все как обычно. Вопрос номер 7. Помогали ли раскраски посмотреть на картину иначе? Зимой, стеклянной, металлической и так далее. Да, я несколько иллюстраций переделывала в зимнем варианте, опять же, в «Зачарованном лесу». Ну и опять же, сюда, наверное, относится то самое чартрево из Керпера Заноса и из Фантоморфоса наверняка тоже, потому что картину увидела совершенно иначе. Ну и еще другие иллюстрации тоже присутствуют. Восьмой вопрос. Помогали ли мне раскраски перенести в жизнь какой-то подбор цветов? Применяла ли я эти навыки в подборе одежды, дизайне, помещении и так далее? Я раньше особо не заморачивалась в одежде. В основном я одевалась как-то в серо-черное или в черно-белое. Почему-то мне это было очень просто, но как раз с увлечением колористикой я стала больше использовать другие цвета и стала одежду покупать. У меня много теперь бирюзовых свитеров, каких-то кофт розовых. Появилось очень много сиреневых. То есть, да, я считаю, что мою, по крайней мере, мой гардероб увлечение раскрасками точно разнообразило. Я считаю, что да, я могу ответить на этот вопрос, да. Девятый вопрос. Возникало желание систематизировать вещи, а значит, тренировать мозг в упорядочивании. Вообще, мне свойственно организовывать свое рабочее место, пространство. Я очень люблю это все переставлять, делать как можно эргономичнее все. Очень я, как, наверное, любой канцелярский маньяк, я вот этому подвержена. Поэтому, да, такое у меня было. И увлечение с раскрасками тоже. Потому что, когда они накапливаются, когда коллекция разрастается, тут волей-неволей задумаешься о том, как бы это все систематизировать и поаккуратнее, покрасивее поставить или сложить где-то. Так что, да. И десятый вопрос касается повышения самооценки. Хотелось ли поделиться своими работами с другими? Да, конечно, именно под этим влиянием я завела Инстаграм со своими работами. Да, я рискнула показать свои работы в самом начале. И мне хотелось именно смотреть, как народ отнесется, что скажут. Может быть, где-то подметят минусы, может, где-то что-то подскажут. То есть, да, я была готова воспринимать критику, свой адрес и исправлять эти самые недочеты. Да. Раньше мне бы такой у головы не пришло бы до увлечения колористикой. Вообще что-то из своих, не знаю, достижений, что ли, выставить на показ. Не знаю, можно ли это так сформулировать. Ну, в общем, да, увлечение колористикой способствует росту в какой-то степени самооценки. Поэтому также отвечаю на этот вопрос, да. Ну что же, я могу подвести итоги ответов на вопросы теста. Конечно, у меня получилась стопроцентная эффективность от моих раскрасок, стопроцентная антистресс-эффективность. Это классно. И на сегодняшний момент, вот это нужно подчеркнуть, что на сегодняшний момент у меня абсолютным лидером по всем моим ответам являются раскраски Джон и Басфорд. У меня больше всего иллюстрации раскрашены именно в ее книгах. Хотя, наверное, если взять майка-медалью с полностью раскрашенной книжкой на год мудрее, наверное, там приблизительно сравняются иллюстрации. Но они мне что-то не приходили в голову при ответе на вопросы. Поэтому у меня пока что в лидерах Джоанна Басфорд. Но я думаю, что в ближайшее время лидер у меня поменяется. Если, например, я буду отвечать на эти вопросы спустя год, ну или там какое-то другое время, то я думаю, что у меня лидеры сменятся. Сегодня пока так. Я надеюсь, что это видео вам было интересно, может быть, полезно. Надеюсь, услышать ваши ответы или прочитать. Если видео записать не удастся, то, может быть, вы где-то это напечатаете, опубликуете. В общем, в комментариях пишите, оставляйте ссылки. И спасибо, что посмотрели. Надеюсь, вам понравилось. До скорых встреч. До свидания.